С этого начнём. Пожалуйста. Посмотрите вокруг. Наше время не имеет в себе равных по глубине технических преобразований. Компьютер изменил нашу жизнь. Всё без исключения стало другим. Открываются невиданные прежде возможности для карьеры, личной жизни, бизнеса. Однако выбрать свой путь всегда сложно. А в эмиграции особенно. В Америке, как на огромном перекрёстке, судьбы тысяч людей сплетаются в единый клубок. И общие для всех обстоятельства отражаются и реализуются по-разному. В зависимости от характера, жизненных целей и упорства. Как выбрать профессию и быть спокойным за своё рабочее место не только сегодня, но и завтра. То есть в 21 веке. Да-да, это были кадры фильма, рассказывающего о знаменитой, в общем, теперь уже у нас в комьюнити, в русскоязычной Америке, школе Михаила Портнова, компьютерной школе. И вот сегодня основатель этой школы, которую вообще я знаю очень давно, мы года два встречались. Да, мы были у вас в гостях, программа «Добрый вечер Америка». Поэтому я счастлив вновь приветствовать тебя у нас в гостях, уже в нашей студии. Взаимно, очень взаимно. Да, и давай поговорим. Значит, ну, любой фильм, знаешь, всегда носит такой несколько рекламный оттенок. Но всё же, конечно, респанс, что называется, интерес зрителей к тому, о чём вы рассказывали, огромен. И поэтому я пригласил тебя сюда сегодня для того, чтобы разобраться в некоторых вопросах, которые очень часто задают наши зрители. Ну, и если можно, давай начнём по порядку с того, что, ну, все прекрасно знают, что школа ваша замечательная, наслышана уже, она на маркете давно. Но всё-таки как-то объясни, ну что, неужели надо ехать в Калифорнию людям для того, чтобы получить эту, как бы, замечательную профессию, очень нужную, и даже в 21 веке? Бывает, что выхода нет. Человек живёт в небольшом городе. Я не знаю, из Флориды приезжают люди, из Аризоны. Из самых неожиданных мест бывает. Но там не может существовать школа, там просто не выживет. Там за год нужно 5 человек, 6 человек, 10 человек. Им деваться некуда, они приезжают к нам. Ну, так, ну, хорошо, но везде же можно научиться, как бы, скажем, на программиста. Я знаю, что ваша школа готовит так называемая профессия quality assurance, то есть тестер, говорят другими словами. Ну, если не тестер, если нет такой школы в Аризоне, можно пойти выучиться на программиста? Эта профессия всегда везде требуется? Сейчас, когда мы с людьми разговариваем на эту тему, и мы всегда говорим одни и те же слова, мы говорим, если ты в состоянии выучиться на программиста и работать программистом, значит, не нужно тебе быть тестером. Совершенно не нужно. Это более серьёзная профессия, там и почёта больше, и работы найти легче, и денег больше, ну, ну, всё лучше. Если ты можешь это делать, ну, делай, конечно, кто же будет предлагать что-то другое. Вопрос в том, что есть ситуации, когда ты не можешь программистом, или, скажем, в разумные сроки не можешь. Да, конечно, пять лет в институте, там, можно, наверное, каждого научить, он, может быть, не будет, там, классным программистом. Ну, каким-то будет. Особенно, когда ты перестраиваешься, да, когда ты, это для тебя новая профессия. Иммигранты же, знаете, вот люди приехали, ну, конечно, можно идти в Калыч, там, учиться несколько лет, но ему же сегодня жить надо, ему надо сегодня зарабатывать, ему надо сегодня очень много вопросов решать. Поэтому, во-первых, ну, вот, если вы меня спросите, так, сколько людей сидит в классе, допустим, 10 человек в классе, сколько из них могли бы выучиться на программиста в реально обозримые такие сроки? Ну, 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 двое из десяти. Двое из десяти. Это наш, это наш контингент. Это те люди, которые могут реально пойти выучиться на программиста, они просто на не придут. Ну, некоторые из них, которые могли бы, ну, вот они считают, что здесь им быстрее, они считают, что работа менее изнурительная, там, еще что-то, они приходят к нам, но не каждый может на программиста, это первое. Второе, есть ситуации, когда человеку 50 лет, ну куда он на программисты пойдет? То есть он может, конечно, выучиться, он может быть даже и работу как-нибудь найдет, я не знаю, мне очень трудно судить. Но я понимаю, что в программисте, особенно в Силиконовой долине, где очень много стартапов, где страшный овертайм, количество сверхурочных, просто чудовищно. Но молоденького хотят, чтобы он по 16 часов в день работал. Человек, которому 50, ну может быть он тоже может, знаете, разные люди бывают, но никто от него не ожидает этого. Как тестер, он особую ценность представляет, потому что он стабильный. В смысле, очень трудно, вот я был менеджером по тестированию, очень трудно с детьми работать, ну с молодежью. Они прыг сколько, они не могут долго, это же рутинная такая работа. Человек в возрасте, он гораздо лучше переносит, у него гораздо больше внимания, знаете, к деталям. Кроме того, что еще? Тестер, это человек, у которого жизненный опыт представляется, может быть, наиболее ценным из того, что он приносит в компанию. У нас ведь масса было людей, которые занимались там аккаунтингом, тестируют софтвор, который используется аккаунтингом. Был инженером-механиком, тестируют софтвор для инженеров-механиков и так далее. Вот они это приносят, это их самое главное качество и есть, на самом деле. Конечно, должны кое-что там получить компьютерное, но вот это. И с возрастом цена тестера не падает. А цена программиста, если он хочет научиться на программисту, уже не та совсем. Поэтому у нас очень много людей в возрасте 40-50, там 60 лет бывают люди приходят. Ну, убедительно, безусловно, звучит. То есть, еще можно так сказать, другими словами, подытоживая, в общем, программистом каждый, наверное, все-таки стать не может, особенно если он меняет эту профессию и начинает его с нуля, там, 30-40-50 тем более лет. А что получается? А тестером может стать каждый? Это очень интересный вопрос, потому что было время, вот скажем, лет 5 назад, когда мы все это начинали, вот меня спросили, сказал, ну, это вообще, каждый сейчас, заходи, вот мы из тебя тестера сделаем. Ну, время идет, и как опыт приобретается. Мы спрашиваем себя, а что, может быть, образование важно? Смотришь, да нет, вот были люди вообще без образования, были музыканты, музыканты, кстати, очень способны. Были, я не знаю, химики, там, ну, бог знает кто. И нормально, вроде нет, не влияет. То есть, с любым образованием человек может научиться. Мы думаем, может быть, возраст. Смотришь, у нас за 60 были люди, которые находили работу. У нас и дети есть, там, 17-18 лет, есть такие. И тоже, значит, не возраст. Что? И, может быть, парадоксально звучит, но на самом деле очень немного надо. Значит, нужен фокус. Вот, если человек приходит, да, и он идет до конца, больше ничего не надо. Он может ничего не знать, он выучится. Есть люди очень выучившиеся. Ну, вот, не идет работу и не ищет. Знаете, вы его и так ругаете, и вы его и хвалите. И как угодно не ищет. Вот, он, лучше, еще какой-то курс возьмет. Он там, я не знаю, и так будет такси до конца жизни своих водить. Или там вообще дома сидеть ничего не делать. Поэтому фокус, собранность, способность идти до конца. Я почему люблю работать вот с ребятами, которые приезжают из других штатов, это уже отобранный контингент. Ну да, они уже посветили тебя. Он же уже с места снялся. Да, да, да. Он же деньги потратил, он время потратил, он приехал. У нас не было такого, чтобы человек приехал откуда-то, проучился, вернулся домой там и не работал. Так, не так немыслимо. Это уже люди, которые, толчок небольшой. Там же все есть. Уже воля у него есть, фокус у него есть. Я даже скажу, качественные слова, но уже не так важно, какой там у него английский. Качественные, потому что чем лучше английский, тем легче он находит работу. Но даже если совсем плохо с языком, я знаю людей, которые, ну, просто, я не думал, что они вообще могут работать, честно. Вот мы их учим, у меня слезы текут. Я понимаю, что я его сейчас научу в профессии, а дальше он никак не может. И тоже он работает. Вот, поэтому фокус, способность посвятить себя. Если он ходит, если он мнительный, знаете, а что есть? А вот мне сказали. А вот жена моего брата, а у него приятель, программист, так вот он говорит, что скоро тестеров вообще будет не нужно. Там будут программы это все. Если человек вот эти мозги свои забил, он не может сосредоточиться на том, что ему надо прорваться по жизни. Миш, почти уговорил, только давайте перешим, во что вообще это обходится. Это легко так сказать, поехать. Я был у вас в Силиконовой долине, видел школу, все это замечательно. Сан-Франциско недалеко. Недалеко. Да, Калифорния. Все хорошо. Но с точки зрения дела, учебы, ведь это нужно на какое-то определенное время оставить дом, если ты живешь в Аризоне или в Чикаго. Надо собраться, надо поехать. Сколько стоит это, если я могу задать такие вопросы? Как у вас там есть где жить? Что это? Объясни вот какие-то конкретные такие вещи. Ну, это уже как бы, поскольку процесс уже несколько лет продолжается такой, то... Я знаю, что у вас все на карте. Есть некоторая устойчивость во всем. Значит, вообще есть три как бы разных схемы оплаты и три разных учебных плана. Но два из них как бы для местных больше людей, то есть для тех, кто совсем ничего не знает, они учатся 6 месяцев. Для тех, кто кое-что знает, мы их называем хорошие пользователи. Да, вот они учат как бы сугубо профессиональную часть, это 4 месяца. Но они занимаются 2 раза в неделю, там еще есть масса дополнительных занятий, но это как бы обязательно 2 раза в неделю. Тут люди приезжают из других штатов, из других городов. Они не могут 6 месяцев, они не могут даже 4, это очень много. Поэтому реалистично 6-8 недель они занимаются. Бывает, человек приезжает, говорит, у меня 4 недели, у меня больше нет. Вот я взял там отпуск, я не знаю что. Сейчас все работают. 4 недели. Ну, тоже ничего, хотя я считаю 4 недели маловато. То есть вот те, кто приезжал на 4 недели, они находили работу, все это замечательно. У меня вот было ощущение, что я немножко недовложил, знаете, сыроватые. Но от 6 до 8 недель люди, которые занимаются, вот как бы, как у нас положено, этим заниматься приезжим, то есть они приходят в 9 утра, и они до 11 сидят в школе. И каждый день, и по выходным, у них ключи есть, они могут прийти ночью. Я как-то раз ехал, у меня ночью там 3 часа утра ехал. Свет горит, я зашел, ребята, себя занимаются. Вот что значит фокус. Ну, конечно, но так они же и прорываются. У меня вот буквально на прошлой неделе мальчик, ну, ему 20 лет, приехал из Лос-Анджелеса, симпатичный армянский мальчишка, прекрасно говорит по-английски, все, месяц прозанимался. Всего месяц. Первое интервью 60 тысяч, постоянная работа. Он до сих пор не может с себя прийти. И люди вокруг говорят, ну как же так, мальчик без высшего образования, там, да потому что он как, понимаете, ну, я хочу сказать, все зависит от тебя. Вот как китайцы у нас занимаются, да? Это фокус, вот, с ними с одной стороны тяжело, потому что они тебя как груш трясут. С другой стороны, я их очень люблю, потому что вот если он уже пошел куда-то, его остановить вообще нельзя. Вот он в таком режиме, как китайцы, вот он, все. Утром приходишь, он сидит, вечером уходишь, он остается. Кстати говоря, из этого фильма мы узнали, что школа твоя ведь уже интернациональная, в общем-то, давно уже как бы стала, да? Но у нас русских примерно треть. Русских треть, да? И китайцы, и индусы, наверное, все те, кто вот сейчас держит в руках, так сказать, эти профессии, высокие технологии. Это вообще отдельная тема совершенно, это можно очень долго рассказывать, чем они отличаются, чем китайцы интересны, чем индусы интересны. Это отдельный мир совершенно. Индусы, это в основном женщины приходят. Причем это женщины программистов. У нас чудовищное количество программистов, индусов, которые приезжают по рабочим визам. У них жены, как правило, образованные, и они ничем не заняты. Ну, кто-то с детьми сидит там, а некоторые очень рвутся работать. Вот они там приходят и учатся, и потом рабочие визы получают. Интересно очень. А скажи, какие Ваши школы предоставляют гарантии, если предоставляют какие-либо? Гарантии. Ну, начнем с того, что законы... Гарантии страховой офис предоставляет. Есть законы, законы, всякие правила, которые регулируют деятельность учебных заведений профессиональных. Значит, закон запрещает гарантировать чего-то такого в плане трудоустройства. Но когда человек реально на себя примеряет, он говорит, ну хорошо, какие мои шансы? Я даже не могу сказать, а ты смотри, вот статистически. Вот статистически у нас, вот там, скажем, я не знаю, там было 100 человек, там 97 работ, 98, 92, там 85, 30, 40. Ну вот, я даже не могу сказать, смотри на статистику, потому что в этой статистике есть разные группы. Вот к какой группе ты принадлежишь? Может быть, там 97% устраивается, но ты как раз вот к тем трем принадлежишь, которым не светит. Мы это по-другому делаем. Мы говорим, ну, не может так быть, чтобы, вот скажем, клиенту было плохо, а нам хорошо. Наоборот, нам тоже не хочется. Очень гуманно. Нет, ну, нам наоборот тоже не хочется, допустим, ему хорошо, а нам плохо. Мы так тоже не любим. На прошлой неделе тоже девочка, вьетнамка у меня была, она поручилась месяц. И там попросили, Соня есть такая компания, значит, известная, большая, попросили там сколько-то прислать людей, я прислал, ее взяли. И она говорит, ну это все, это пошло, и больше учиться не буду, и платить больше не буду. Ну, хотя она работа получила, а я свою часть, нет, ну там я получил четверть от того, что значит там. Я думаю, это как-то тоже неправильно, мне так не нравится. Но мы говорим так, что если вот человек искал работу 6 месяцев и не нашел, мы ему вернем половину денег. То есть человек платит вначале при устройстве в школу, и если в течение 6 месяцев после окончания вашей школы он не находит работу, половину вы ему возвращаете? Мы ему половину возвращаем. То есть вы настолько уверены, что он в течение первых 6 месяцев работу найдет? Но мы 6-й год в бизнесе, за это время было человек 5 или 6, которые, таки да, у них ушло больше 6 месяцев. Но они все равно нашли? Ну, конечно, да. Надо понимать очень важную вещь. Так не бывает, чтобы человек искал и не нашел работу. Так быть не может. Бывает по-разному ищет, что опять же он возвращается. Не, не, ну, милочка, значит он не ищет. Искать работу, значит выполнять некоторые правила, все расписано. Он не должен ничего выдумывать. Уже у нас за тысячу человек студентов перевалило уже, которые прошли через все это. Раз, два, три, шаг за шагом. Знаете, есть люди, которые не в состоянии следовать directions. Ну, что же я могу сделать? Миш, извини, вот ты заговорил. Да, это понятно. Ты заговорил о том, что, значит, ты проезжал мимо в 3 часа ночи, горит свет. А сколько вообще, какой объем вы предлагаете студентам? Сколько нужно, так сказать, поднять материала? Сколько, что уроки, какие, что это как? Какова интенсивность вот этого? Значит, интенсивность определяется способностью человека, значит, участвовать в этом деле. Почему? Потому что у нас довольно много занятий. У нас, скажем, вы приходите вечером, у нас 5 классных комнат, вот на пятачке. Значит, в 5 классных комнатах идут уроки. У нас и дневные занятия. У нас есть специально практические занятия. Мы проекты делаем для разных компаний от Microsoft и кончая там маленькими. То есть нас все время просят что-то протестировать силами студентов. У нас есть специально нанятые профессионалы, которые руководят студентами для того, чтобы они там все это делали. Поэтому, в принципе, можно в неделю быть загруженным часов там, я не знаю, только на уроках 50 часов. Но самостоятельные занятия еще тоже. У нас как бы такая политика есть. Мы же не продаем вот уроки, да, вот заплатил там за столько часов, получил столько часов и разошлись. Человек платит деньги, он хочет получить работу, он хочет изменить жизнь к лучшему. Вот он получает 12 долларов в час, хочет получать 30. Он приходит к нам. И чем больше он в школе возьмет, чем больше, тем легче, чем работ найти, да. Поэтому мы говорим, у тебя вот есть вот эта программа, ты ходишь на эти классы. Есть вокруг еще что-то. Ходи, за здоровье. Денег не стоит. За те же деньги. Тут только ходи, только возьми это. Только пойди, только начни искать работу, приобрети вот эту уверенность. И как бы некоторые люди, знаете, они не понимают, какие они классные. Они думают, ой, я то ведь не знаю, это не знаю, это не знаю. Они даже не понимают, какая ценность за ними стоит. Понимаете? Вот мы стараемся это дать им. Ну хорошо, ходи на уроки, например. Проекты делай. То есть все зависит от тебя. То есть такая свободная посещаемость как бы, да? Ну есть некоторый минимум. Я понимаю, что минимум должен как бы ответить за него каждый. Если он его не выбирает, он как бы не наш студент. Но к этому минимуму, скажем, минимум это два раза в неделю он должен прийти на занятия. В принципе, вот... Ну или тот, который приезжает как бы к вам на восемь недель, естественно, он приходит каждый день. Это по максимуму. Да. Вы понимаете как, есть люди, очень странно себя ведут, особенно, которые приезжают вот не из других штатов Америки, а приезжают из, скажем, из России. У нас тоже сейчас таких много. И вот он вроде приехал, неделю проучился, пиццу пошел возить, еще что-то, какие-то заработки у него начинают. Он вообще исчезает. Ну, кто же такого поручится и что с ним дальше будет, я не знаю. Есть такие. Ну, это, так сказать, мы уже говорим, что называется, о наших с вами соотечественниках, тех, которые, как вы прекрасную фразу сказали в начале нашей программы, действительно фокус вот у тех, кто приехал сюда серьезно. И чтобы изменить свою жизнь к лучшему, он, конечно, очень силен. И мы стараемся с вами помочь именно таким людям, которые являются нашими зрителями. Я хочу сказать, что даже на самом деле не просто стараемся, а еще удовольствие от этого получаем. Да, да, да. Ну, это действительно так. Ну, и вот такой, наверное, вопрос последний, Миш, ну и что, достаточно закончить курсы, чтобы найти работу? Вот такой, честный вопрос, честно говоря, многие задают. Конечно, да. Особенно те, кто серьезно думает об этом. Это у нас в Советском Союзе когда-то было, знаете, по корочкам распределение. Ну, нет, конечно, распределение, хотя, вот я вам скажу такую вещь, что в течение года из школы у меня берут человек 100, просто берут, просто звонят от школы, говорят, дайте, 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 дайте. Многие отказываются, потому что, когда говорят дайте, они говорят, ну вот на тебе там, я не знаю, там 18 долларов в час. Тому, который на самом деле сейчас пойдет на рынок возьмет 35. То есть никто ни разу не сказал, дайте самого дохленького, чтобы сычковал, чтобы по-английски не говорил, и чтобы все от него шарахали. Нет, так не бывает, он говорит, самого лучшего дай. И, ну вот за год... И подешевле. Ну, конечно, да. А народ, конечно, не ходит. Человек 100 расходится просто вот так. Ну, а у нас где-то за год проходит человек 300-350, но сейчас мы растем немножко, ну 400 будет. Остальные с рынка получают работу, но у нас есть очень мощный механизм практики, мы это называем, ну, internship есть такой термин, значит, люди идут в компании. И довольно больших количествах, ну, скажем, вот сейчас середина марта у нас, мы там беседуем, и где-то у меня 20 человек уже ушло. За эти две недели на практику в разные компании. То есть они непосредственно работают... Живьем в компаниях. Практически в компаниях и над проектами, которые они потом покажут, наверное, в своих резюме. Кроме тех проектов, которые мы делаем в школе, и референсы идут от компании, то есть есть несколько компаний, для которых мы тестируем. И как бы это все происходит, то есть когда человек идет искать работу, у него есть резюме. У него уже реальный... Резюме красивое. Вот, понимаете, я пять лет делаю резюме, я свыше тысячи штук сделал. Красивые резюме, работают хорошо. Хорошо. Вот, референсы там. Ну, еще раз, ну, обидно было бы потратить столько времени человека чему-то научить, и дальше, чтобы оно уперлось там в то, что он не может работать. Ну, все же надо, все делает. Миша, ну что же, вы прекрасно ответили. Друзья мои, я еще раз с удовольствием хочу вам представить Михаила Портнова, основателя замечательной школы в Калифорнии, под Сан-Франциско, в Силиконовой долине, которая снискала заслуженное уважение и любовь, в общем, практически по всей русскоязычной Америке. И, поговорив с основателем этой школы, сегодня, я думаю, многие из тех, кто еще раз думал, наверное, уже уверились в том, что стоит попробовать, стоит рискнуть. Шанс очень высокий, что вы измените свою жизнь к лучшему. Правда, Витмир? Правда, но. Надо как бы помнить всегда, что вот наши рельсы, наш паровозик, там, вагончик наш, толкать нам самому. То есть, вот, не то, что там на полочку сел и проснулся на станции новая жизнь, этого не будет. Ну, на этой замечательной философской фразе позвольте и закончить нашу сегодняшнюю программу, дорогие друзья. Мы с вами прощаемся, до свидания. До свидания, хорошего уикенда. Да, надеюсь, что до следующих встреч, еще мы с вами встретимся и увидимся. Доброго тебе вечера, Америка, доброго вам вечера, дорогие друзья. До свидания.